Путешествия железнодорожным транспортом хоть и отнимают гораздо больше времени, чем перелеты в самолетах, но зато это время в пути может подарить массу впечатлений от поездки. Ведь зачастую железнодорожные маршруты проходят по таким местам, где нет автомобильных дорог или поселений на сотни километров вокруг. А пейзажи за окном завораживают своей невероятной красотой. В этом видео как раз и посмотрим на самые головокружительные железнодорожные маршруты. Швейцария может впечатлить своими железнодорожными маршрутами даже самых заядлых путешественников, повидавших многое. Вот, например, дорога, которая идет из Швейцарии в Италию. Этот маршрут по узкоколейной дороге идет по Альпам севера на юг. Ее строительство в свое время было крайне сложным и затратным из-за больших перепадов высот в горной местности. Маршрут почти целиком состоит из тоннелей и мостов, а виды за окном вагона просто невероятные. Снежные горы, зеленые луга, ледники и горные озера, Лейнаир и Логобьянка, а также очаровательные горные деревушки. Все это сменяет друг друга с динамическим контрастом, не давая пассажирам заскучать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Железнодорожный маршрут Канады Корректор А.Кулакова 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 Ее протяженность составляет 650 километров. Железнодорожная инфраструктура тоже впечатляет. 37 мостов и 86 тоннелей. Пейзажи превосходные. Пустыни с огромными кактусами, озера, простирающиеся на многие километры вперед, холмы и равнины, где нет ни одной живой души. Однако изюминка поездки не пустыни или поля, а медный каньон. Он в 4 раза больше знаменитого Гранд Каньона, а по красоте и вовсе ни с чем не сравнится. Этот маршрут лучше проделать в обе стороны, чтобы увидеть каньон и на восходе солнца и на закате. Поезд на 20 минут делает остановку в Дивисадеро, чтобы путешественники могли посмотреть на медный каньон со смотровой площадки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Железные дороги Норвегии подарят не меньше впечатлений. Маршрут между городами Осло и Берген тому подтверждение. Протяженность этого железнодорожного маршрута 470 километров, который поезд преодолевает за 7 часов. Сперва маршрут идет по долине Халлингдалл, среди множества озер и рек, а затем начинается подъем на горная плата Хардангервида. За 100 километров пути поезд поднимается на 1000 метров вверх. Нередко пассажирам этого маршрута удается увидеть стада пасущихся оленей. В здешних краях они не редкость. Высшая точка Бергенской железной дороги – станция Финце, откуда открывается незабываемый вид на ледник Хардангерь-Ёкюлинг. Бергенской железной дороги – станция Финце, Финце, снижение финце и paradise. Нередко пассажирам этого не упадемь, lements и высок vaak. Продолжение следует... Живописных мест будет предостаточно. Общая длина магистрали более 9 тысяч километров. Постройка дороги сделала в свое время возможным путешествие по суше от Западной Европы до Восточной части России. Дорога, соединяющая Москву с крупнейшими восточно-сибирскими и дальневосточными промышленными городами России. Это самая длинная железная дорога в мире. Результатом строительства Транссибирской магистрали стала возможность впервые в истории следовать поездами без использования паромных переправ от берегов Атлантического океана до берегов Тихого океана. Чтобы преодолеть весь маршрут от Москвы до Владивостока на скором поезде понадобится 6 дней. А раньше поезда преодолевали этот маршрут за 16 дней. Необъятные российские просторы, большие и малые города и красивейшая природа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Ну а на этом на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Если было интересно, поддержите видео лайками. Спасибо, что подписались. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok